Стать бизнесменом просто, в этом уверяют руководство города и госрегистраторы. Отмечают, только за январь в Запорожье появилось еще 260 предпринимателей. Говорят, оформить свое ЧП можно тремя способами. О них специалисты рассказали в муниципальном пресс-центре, заодно напомнили правила создания общественных организаций. Торговля, аренда имущества и информационные услуги. Такие направления чаще всего выбирают запорожцы, открывая собственный бизнес. Руководство города уверяет, в Запорожье власть старается всячески помогать начинающим предпринимателям. Устраивают форумы и встречи в рамках программы «Диалог с бизнесом». Мы планируем в этом году провести, однозначно запланировали провести впервые в Запорожье, не первый в Украине, а впервые в Запорожье форум для представителей этишных технологий, информационных технологий. Опять-таки, аутсорсинг и субконтрактинг. Впервые в Украине. Мы провели его в прошлом году. Я хочу в этом году тоже его провести. Госрегистраторы уверяют, чтобы начать свое дело, нужно немного. Подготовить бизнес-план, накопить стартовый капитал и собрать необходимый пакет документов. Это прежде всего паспорт, оригинал паспорта, копия и оригинал идентификационного кода, квитанции об оплате государственной пошлины в размере 34 гривен и регистрационная карточка формы 10, которая служит заявлением. Подавая основной пакет документов на регистрацию, можно также подать заявление о выборе системы налогообложения. Подать документы госрегистраторам можно лично. Они находятся в каждой реадминистрации. Отправить заказным письмом или прикрепить отсканированные файлы в специальном разделе на сайте Укргосреестра. Там же можно найти и образцы документов, необходимых для создания легальных общественных организаций. Специалисты отмечают, регистрируются такие объединения и союзы бесплатно. Продолжение следует...